Друзья, Владимир Барышев присоединяется к нам, но наш хороший друг, адвокат, человек, который разрулит любую тему, и, кстати говоря, тема разговора, который начался уже за кадром, это очень актуальный момент. Твоя тема, да. Покупка автомобиля БУ. Ну, вы сами знаете, кто заходит в автосалон, что там происходит с ценами, но проще шаттл, мне кажется, запустить, чем сейчас купить автомобиль по нормальной цене, поэтому, естественно, много внимания ко вторичному рынку. А вот там, там, варианты встречаются разные, в том числе и очень мутные. Поэтому тут важно понимать, что ждет человека, который, ну, так скажем, что-то не доглядел, что-то не досмотрел, или, в свою очередь, продавец ему что-то не рассказал. И потом выясняется, что автомобиль был вот там, вот там, восстановлен кое-как. Нет, ну, мне кажется, в автосалоне-то лучше покупать или нет? Вот давайте просто. Я тебя умоляю, в автосалоне так... Вот рынок, автосалон, да разные вещи. Да, я, конечно, как в известном фильме английского режиссера, да, ты видел, что покупал. Ну, можно все-таки повернуть вспять эту ситуацию. Прекрасно. Ну, конечно, как вы правильно сказали, лучше смотреть. Перед тем, как ты подписываешь договор купли-продажи, забираешь автомобиль. Но если произошла такая ситуация, что вы купили кота в мешке, выехали, и ваш автомобиль где-нибудь встал, то что делать в этой ситуации? Конечно, в первые 15 дней после покупки у вас есть вот такой период охлаждения, для того, чтобы проверить все агрегаты автомобиля, и если есть какой-то недостаток, вы можете обратиться к продавцу и расторгнуть. Хорошо. А хитрый сразу вопрос. Автосалон участвует вообще в этой сделке продавец и покупатель, или автосалон просто представляет автомобиль, и как бы я не предела? Ну, разные ситуации бывают. Автомобили продаются как от автосалона, они их выкупают и перепродают, либо они их ставят на комиссию, и они просто как риэлтор сводят продавца и покупателя. То есть там уже юрлицо, мы заключаем договор. Да. Конечно, необходимо внимательно смотреть, какой стороной договора является автомобильный салон. Если он не является стороной договора, а просто взял автомобиль, поставил его на свою стоянку, и, как говорится, свел покупателя с продавцом, то свои претензии надо обращать, конечно, к продавцу, к стороне договора. Вот. Плюсы обращения претензии к автомобильному салону. Вы уже подпадаете под разряд федерального закона о защите прав потребителей, и можете не только расторгнуть договор и вернуть сумму, которую вы уплатили за этот автомобиль, но также еще неустойку, штраф, моральный вред по закону о защите прав потребителей. Собственно говоря, вот этот срок в 15 дней для проверки, он и есть по закону о защите прав потребителей. Если вы купили автомобиль у физического лица, заключили договор, то, конечно, обращайте внимание на правильное составление. К сожалению, или там, к счастью, многие скажут, что у нас нет обязательной нотариальной сделки по купле-продаже автомобиля, потому что нотариус, конечно, профессиональный юрист, поможет составить правильно. Вот. Но это будет стоить денег. Ну, составляйте как можно подробнее договор, прописывайте пробег в договоре, потому что в нашей стране, вот был я на автомобильном рынке города Красноярска, и там звучат из громкоговорителей объявления, скорректируем пробег. Так вот, эта коррекция, да, или скрутка пробега в большинстве стран Европейского Союза, в Соединенных Штатах Америки является уголовным преступлением, мошенничеством. Ну, правильно, вводят в заблуждение. Конечно. Битый автомобиль, автомобиль со скрученным пробегом стоит должен дешевле, нежели не битый, да, мы же надеемся на его ресурс и ориентируемся на пробег. Любое ТО у нас четко привязано к пробегу. Поэтому, если что-то подобное вы обнаружили, если вы обнаружили толстый слой шпатлевки, под краской у вас отваливается, геометрия автомобиля нарушена, то, конечно, к автосалону мы уже понятно, да, логика, обращаемся за судебной претензией, дальше иск о защите прав потребителей, к физическому лицу. Это в 15-дневный срок, а если больше прошло уже? К автосалону, если есть любой недостаток в течение 15 дней, если существенный недостаток, то тоже можете обращаться, но ваша задача, как покупателя, доказать, что этот недостаток, так как автомобиль БУ, возник до заключения договора купли-продажи. То есть не вследствие вашей эксплуатации. Вот вопрос еще важный. И мы подходим к тому, что, конечно, потребуется помощь эксперта в этом деле. Поэтому первый шаг – это досудебная претензия. Второй шаг – обращение к эксперту, если досудебная претензия не привела к положительному результату. И третий шаг – это обращение в суд. Либо с иском к физическому лицу, либо с иском о защите прав потребителей к автомобильному салону. Может быть, когда ты покупаешь, привлечь какого-то своего эксперта, который мог бы при покупке осмотреть полностью автомобиль, какой-то со стороны, который преследует именно твои интересы, и он-то как раз может уже профессиональным взглядом учесть вот эти все нюансы. Да, однозначно. И скрученный пробег, я думаю, определят, потому что сейчас и на глаз это определяют эксперты, и есть множество интернет-ресурсов, которые помогают в этом. И состояние кузова автомобиля проще это сделать при покупке. И, конечно, у нас есть много таких. Владимир, ну вот эта история на глаз и интернет-ресурсы, я вряд ли будет являться доказательством, когда вот здесь давайте зафиксируем моменты, которые позволят, вот на что ориентироваться, как предъявить устойчивые, внятные доказательства того, что права мои как покупателя были нарушены, что пробег скручен, что автомобиль был в ДТП, как говорится, что предъявить человеку? Да, легко. Пробег у нас фиксируется при прохождении технического осмотра автомобиля. Если этот пробег не бьется с тем пробегом, который у вас на одометре, то логично можно заключить, что его скрутили. Если у вас в договоре купли-продажи указан пробег при покупке автомобиля, то вы с легкостью сможете доказать, что, собственно говоря, не вы его скручивали. Второй вариант, как можно доказать скрученность пробега, это, конечно, обращение к автомобильному дилеру. Даже постгарантийные автомобили они обслуживают. И если вы приезжаете на очередное ТО, то вам могут сказать, с каким пробегом закончилась гарантия у этого автомобиля. То есть у дилеров покупать все-таки выгоднее, потому что они уже четко ведут эту статистику? Необязательно. Необязательно. Что выгодно, Марина? Только дорого. Только дорого. Вы купили автомобиль, который приобрели у дилера в городе Красноярске, например. Давно, лет 5-6 назад. Но вы можете приехать к дилеру на постгарантийное обслуживание и спросить, а какой пробег у него был при последнем ТО. И вам, конечно, я думаю, скажут эту информацию. Владимир, давайте в завершение беседы напомним об административной, а, возможно, уголовной ответственности за вот это сокрытие фактов скручивания пробега как говорится, чтобы не одна сволочь. Да. Ну, значит, я хочу сказать, что, к сожалению, к сожалению, в нашей стране коррекция пробега, продажа автомобиля с недостатками не подпадает под действие кодекса об административных правонарушениях и уголовного кодекса. В 2016 году вносили законопроект, но он не дошел до своего финального этапа, его не приняли. Но я думаю, что это дело, как говорится, за малым, и в будущем все-таки исправят этот недочет. Но, тем не менее, гражданская правовая ответственность существует. И я думаю, что наши потребители и просто покупатели, они достаточно активны, и благодаря нашим усилиям они вооружены знаниями. Вот мне нравится, когда Владимир говорит, да легко, да все доказать легко. Вот это... Друзья, будьте внимательны. Я знаю, вот Новый год, обычно люди совершают довольно серьезные покупки. Вот подходите к процессу серьезно с учетом тех рекомендаций, которые нам озвучил только что Владимир Барышев, которого мы благодарим за беседу.